Александр, привет тебе. Как там Нижний Новгород поживает? Да, здравствуйте, Владимир Владимирович. Нижний Новгород, я думаю, поживает хорошо. Правда, я сейчас в Сочи. А, ты в Сочи находишься? Да, да, да. Слушай, ты хотел меня спросить. Ты мне там написал в скайпе вопрос очень важный и очень интересный. Это после того, как я написал там, что образование должно быть в стране именно на основе развития у детей способности человека будущего. Когда человек умеет регулировать своё состояние и находить решения в условиях неопределённости, чтобы он мог находить себе точку опоры, независимо от обстоятельств. Вот этому главному надо научить детей, чтобы они могли ориентироваться в любых изменяемых ситуациях. А потом уже математика, физика, химия и так далее. И ещё второе качество. Ну, давай, какой вопрос ты мне там писал? Ну-ка, я постараюсь на него ответить. Озвучи его, пожалуйста. Ну, второе качество, вы, наверное, говорите про способность раскрывать свои таланты, способности. Ну, ребёнок, чтобы мог это делать. И вопрос у меня тогда был такой, что я, скажем так, с трудом представляю, какой потенциал может достичь ребёнок, да, и обладая такими навыками. То есть я просто на себя перенёс, вот я маленький, и меня учат, вот научили такими способностями. Мне кажется, я гораздо больше, конечно, смог достичь в своей жизни, нежели узнал об этом навыке, об этом методе, ну, какое-то время назад, там, может быть, меньше года. То есть, если бы ты знал раньше, ты бы больше достижил, да? По проценту, конечно, да. Даже мне сейчас уже сложно, как бы, я даже не понимаю, как я раньше обходился без него. То есть... Без ключа. Без ключа. Да, да, да. Да, да, да. То есть, ну, как бы, с уверенностью, как бы, смотрю вперёд и понимаю, что любую, как бы, какую-то ситуацию, даже неопределённость, да, вся связанная с неопределённостью, я могу, ну, я с уверенностью могу встретиться. Ну, спасибо тебе, значит, наш труд не напрасен, значит, наша школа человек будущего нужна всем, да. Тут вопрос такой, вот ты задал очень такой хороший вопрос, важный. Представить себе ребёнка и как он может открывать свой творческий потенциал, да, вот, чтобы твёрдо стоять на ногах в жизни. Это забота каждого родителя, как поставить детей на ноги, да. Ну, на это и должно работать образование. Потому что меняются профессии в будущем, меняются там востребованности. То учат детей одному, то учат другому. А жизнь меняется, как ему быть твёрдо на ногах. И действительно, представить себе человеку, вот, допустим, я не посвящённый, что такое метод ключ. Просто мне сказали, помощью метода ключ и этих приёмов, принципов и упражнений можно развить у себя устойчивость психологическую к любым неожиданным изменениям в жизни, да. Я, если не посвящённый, я подумаю, да что за ерунда такая, как это может быть. Потому что иногда надо жизнь прожить, чтобы понять, как жить и как адаптироваться к новым условиям. Жизнь прожить надо, мудрее стать, опыт приобрести. А тут вдруг кто-то говорит, какая-то школа человека будущего, какими-то там приёмами, там, руками хлопать, там, или ногами. И научат, научатся ему этому, ну, пропанация какая-то, правда же, да, вот для непосвящённого человека это выглядит даже смешно, даже очень смешно. И даёт ему повод ставить дизлайки на наши видео, ставить дизлайки, самовыражаться, посмеиваться, типа, вот, дурачки какие-то, ну, я про себя говорю, да. Это непосвящённый человек, так может думать, потому что он не в курсе дела, он не в курсе дела. Потому что вот даже вот сейчас, если говорить не только о детях, а в интернете сейчас очень важные вопросы разные. Например, вопрос, как заработать в интернете, ну, к примеру, да. А это же все кидаются туда, да, думаю, сейчас там волшебную палочку дадут, алгоритм, какую кнопку нажать, чтобы сразу деньги выскочили. Да, и они все туда кидаются, правильно же, да? Вот, а теперь, когда мы говорим, а мы вам дадим приёмы, принципы и правила, с помощью того, что даже дети могут научиться легко снимать лишний стресс, настраиваться, переключаться, восстанавливаться. А мы вам дадим простые приёмы. Вот, если посмотреть в интернете, кто кидается на бизнес, больше их, а когда мы говорим о главных вещах, их меньше. Потому что тут непонятно, а там ожидание, что дадут, ну, как это самое, помнишь этот, у Буратино, клад зарыли там, ну, монетки зарыли, землю поливали, чтобы там, чтобы много-много что пойдёт. Ты помнишь это, Буратино? Ой! Ну, посмотрят, кто-то, какого-то интереса. Я просто хочу сказать, что вот этот приём, регулировать своё напряжение, базовые приёмы метода ключ, они одинаковые для детей, и для взрослых, и для бизнесменов, чтобы развивать свой бизнес. Почему? Потому что чем бы человек ни занимался, чем бы он ни занимался, бизнесом, занимается, или, допустим, идёт на экзамены в школе, или, допустим, поссорился с товарищами, и там какая-то драка во дворе затеялась среди мальчишек, во всех областях, во всех областях. И если человек изначально научится регулировать своё состояние, у него лучшая сообразительность, он легче ориентируется в ситуации, быстрее включает внутренние силы, легче сосредотачивается, меньше трясётся на экзамене, потому что он знает, как сбрасывать этот мандраж, нервную дрожь. Это базовые вещи, это классика. И когда человек осваивает базовые вещи, это, я называю это, нулевой урок, нулевой урок, то все потом последующие уроки жизни, он проходит успешнее. Он проходит успешнее и набивает себе меньше щищек, и меньше застревает во всяких неприятностях. Потому что каждый человек нуждается в том, чтобы время вовремя снимать стресс, переключаться, задуматься, подумать, освободить время в голове, чтобы помечтать, настроиться, сформулировать себе какие-то проекты, представить себе этапы достижений, понять, чего ты хочешь и как этого достичь. Каждый человек в этом нуждается. А если он не умеет, а если он не умеет сбросить стресс и задуматься, чего ты хочешь, как этого достичь, если он этого не умеет, он все время находится в ведомом состоянии. Он не лидер. Это лидер, это лидерские качества. Уметь сбросить себя, сбросить себя все блоки, страхи, освободить себя от шаблонов, от авторитетов, ясно мыслить, идти вперед, и за ним начинают все идти. Правильно? А человек, который в стрессе, это толповая психология. Он ведется за тем, кто увереннее. Поэтому ключ одинаково нужен и бизнесменам, чтобы лучше соображать. Во время своих бизнес, как это называется, операции, или где бы он ни находился, на бирже, или проект какой-то продвигать, или на переговорах. Лучше соображать. Потому что если человек лучше соображает, он же лучше решает все свои вопросы. Как говорится, свобода же лучше не свобода. То есть человек, который лучше соображает, лучше решает вопросы в бизнесе. Или человек, который хуже соображает. Правильно, да? Знаете, книга есть, Насим Талиб, «Антихрупкость». Если в двух словах, такая у нас достаточно сложная. Если в двух словах, там о том, как полюбить неопределенность и научиться извлекать выгоды из любых стрессовых ситуаций. Вот как. Это то, что мы говорим. Слушай, то, что в нашей школе преподается, как разгрузка с перезагрузкой, книгу пишут в мире, разные авторы пишут книги. Ну, у нас-то уже технологии есть, а не только психологическая настроенность. А философия, в первую очередь? Ну, конечно, философия. А у нас и философия, и технология. У нас все это в полном комплекте. У нас и вебинары. А философия Творца, как это важно для ребенка. Маленького ребенка. Очень важно. И для педагога это важно. И для бизнесмена это важно. И вообще, для друзей и товарищей важно, да? А друзьям-товарищам я хочу сказать, вот которые в нашей школе очень любят смотреть наши видео, они уже понимают, они посвящены, они уже на большой высоте. Они когда читают там про йогу, про медитацию, про всякие тренинги, альфа, бета, дельта, и все. Они уже понимают, на чем это все основано. Потому что они же участники нашей школы. Но я как раз для чего это говорю сейчас. Чтобы они продвигали нашу школу лайками, лайками. И комментарии писали под нашими видео, которые им нравятся. Которые не нравятся, не пишите, пожалуйста. А я говорю тем, потому что они мне потом пишут в личку. Ой, как здорово вы выступили. Ой, как здорово. Мы ждем, когда вы теперь с Александром выступите. Да. А я говорю, а что же вы не лайкайте? А ведь каждый же занят своими делами. И каждому кажется, а другое-то сделает. Другое сделает. Другое сделает, да. И поэтому там продвижение нашей школы, да, очень медленненькое такое. Медленненькое такое. А вот сегодня, после того, как мы с тобой поговорим, что это нужно и для бизнесменов, и для детей, и для всех, и определим, что это классические вещи, которые нужны каждому человеку, кем бы он ни был, чем бы он ни занимался. Переключаться, снимать лишний стресс, восстанавливаться, мобилизоваться, сосредоточиться. Это же базовые универсальные принципы, помогающие ему лучше ориентироваться в любой ситуации неожиданности, неизвестности, неопределенности, быстрее адаптироваться. Вот мне недавно, знаешь, что написали? Очень великую вещь написали. Я, говорит, уже несколько занятий по ключу провел. Вот сейчас смотри, смотри, сейчас что важное написал. Я прямо думаю, какой молодец участник нашей школы. Он сформулировал. Я заметил, я заметил, что я легче выхожу из тупиковых стрессовых ситуаций, но главное, он написал, я заметил, у меня сократилась дистанция между сознанием и волей. Ты смотри, как взорвало, да? Даже я не догадывался так сформулировать. Дистанция сократилась между сознанием и волей. То есть, получается, я только пожелаю что-то, настроиться на что-то, у меня это уже получается. Он об этом пишет. То есть, у него как-то гармонизировались взаимоотношения между сознанием, подсознанием, бессознательным и организмом. Дистанция. Как будто про внутренний конфликт какие-то, когда блоки уходят, да, и, соответственно, я хочу что-то сделать. Ну, хочешь и делай, да, и нет никаких преград для этого. Вот, 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 вот. Вот именно. Ну, скажи, что ты думаешь по этому поводу? Что я думаю по этому поводу? Ну, ты там занимаешься сейчас, в своей деятельности занимаешься чем? И как это тебе помогает? Ну, я сейчас как раз-таки работаю в теме коучинга и, ну, да, вот, наставничества. И понимаю, что, как вы правильно заметили, да, вы говорили, что люди не связывают одно с другим. Ну, то есть тяжело, сложно связать. И когда начинаешь рассказывать, что, ну, чтобы вот, ну, да ладно, тебе нужно просто снять напряжение свое, да, вот, сделай вот это, и потом просто, там, сделай разгрузку с перезагрузкой, да? И, как бы, все, это быстро, очень просто и так далее. Вот. И вроде как для человека даже ты ему, как бы, объясняешь логически, как это происходит, как там доминанты, да, новая модель работы мозга, вот, напряжение, расслабление и прочее, там, энергия стресса, как бы логически понимает, но все равно, как будто поверить в это сложно. То есть сложно поверить в это, что это так, возможно, просто. И пока не возьмешь человека, вот, все, давай, делай. Ты знаешь, как я одного научил сразу? Сразу. Он пришел ко мне в центр, это было много лет назад. Я ему пытался вот так рассказывать новые модели работы мозга моего, там, что есть там в синхронизации, там, и прочее, рассказывая. А он в это время ходит туда-сюда по комнате и руки заламывает. Я ему говорю, что ты делаешь? Да, нервничаю я, говорит, а вы мне тут рассказываете теории. А я говорю, ну-ка, продолжай это делать. Он говорит, что продолжай? Я говорю, ну, ходи вот только так, как ты сейчас ходил, и руки заламывай. Он говорит, зачем? Я говорю, ну, ты же это делаешь не специально, тебе природа заставляет. Ты же нервничаешь и руки заламываешь, да? Он говорит, да. Я говорю, так продолжай. И он начал ходить и продолжать, и продолжать. Потом сел и говорит, а что так спокойно стало? Я говорю, слушай, ты сделал то, что природа требовала от тебя. А мы тебе с помощью метода ключ объясняем это. Какие есть механизмы. И теперь еще расскажем несколько примеров, как человек себя ведет, когда он нервничает. И если ты возьмешь это в виде упражнения, сделаешь, и ты научишься снимать это нервное состояние, этот невроз свой, этими приемами. А потом уже и без них. Потому что это сама природа заставляет. А он говорит, теперь понял. То есть теперь он понял, что ключ – это принцип подбора путем перебора разных вариантов таких действий, с поиском ритма, который ему подходит больше всего, который он может делать с удовольствием. Ну, короче говоря, сейчас мы не будем об этом рассказывать. Но я уже частично, частично уже непосвященных посвящаю в то, что такое метод ключ. И поэтому он очень простой. Потому что человек делает именно то, что по его природе востребовано. Только он делает теперь это осознанно, и через это у него развивается сознание, и сокращается путь между сознанием и волей, и организмом. То есть он становится более гармоничным, осознанным. А эта осознанность нужна бизнесменам? Нет? Всем нужна. И детям нужна. Безменам. Детям, конечно. И штангистам, и шахматистам. Ну вот пока, знаете, опять же таки, можно долго очень говорить про это, да, объяснять человеку, как вы правильно заметили. Но лучше ему дать попробовать яблоко и не рассказывать, какой он на вкус. А чтобы он сразу просто понял и понял, о чем речь. Правильно. Потому что, когда человек думает, что он понял, это одно, это теория. И когда он слушает об этом, это тоже теория. Но когда он взял, попробовал и почувствовал, что это такое, это опыт. Это опыт. И пока человек не вкусил, не вкусил, с древа познания. Пока не вкусил, он не смог открыть глаза. Он думал, что это нормально, что он голый. А когда он открыл глаза, он увидел, что он голый. Да, 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 да. Чтобы открыть глаза, надо все-таки попробовать глазочек. Спасибо тебе, Александр. Я тебе желаю успехов. Какую интересную тему мы затронули. Но я все-таки немножечко, еще раз хочу сказать, участникам нашей школы, нравится вам видео какое-то? Чтобы мы больше работали. Мы же не требуем ничего от вас. Ни денег, ничего. Вы просто лайк сделайте, если вам понравилось. И коммент напишите. А если кому не понравилось, напишите не понравилось. А если пишите не понравилось, напишите почему не понравилось. Чтобы для нас это была следующая точка для обсуждения, размышления и совершенствования. Чтобы у нас был диалог. А не просто посмотрел, ой, как здорово. И мне потом там потихонечку написал, какой ты молодец. Ну, зачем мне? Вот там же прямо. Что не понравилось, именно что не понравилось. Понравилось, именно что понравилось. Да? И мы тогда будем развивать нашу школу. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр Ильич. И всем участникам школы хомофактуры спасибо. Мы делаем большое дело, друзья. Мы развиваем сознание у людей и общества. Да? Потому что вы увидите, наша школа человек будущего – это окно в будущее. Да? Вы увидите. Спасибо.